В последнее время в России появилось довольно много мошеннических схем, которые направлены на вытягивание денег из граждан. Работают они все примерно по одному принципу. Человека вводят в заблуждение, предлагая получить внушительную сумму денег, которую якобы ему должно государство, но тщательно это скрывает. Одной из таких схем является получение выплат по ОМС через Центр компенсации неиспользованных медицинских услуг. Как работает мошенническая схема? В 2018 году в интернете появилась новая мошенническая схема, которая получила довольно широкое распространение. В соответствии с этой схемой мошенники посредством рассылки по электронной почте, через соцсети, мессенджеры или рекламу в приложениях предлагают перейти по ссылке на сайт несуществующей компании, Центр компенсации неиспользованных. Медицинских услуг, либо Единый Центр компенсации по страховым случаям. На этом сайте потенциальным жертвам предлагается проверить свой медицинский полис ОМС на наличие полагающихся выплат за мед и прочие услуги, которыми они не воспользовались. На сайте даже указан вымышленный документ, на основании которого предоставляется подобная компенсация, соглашение о социальных компенсациях от 11 мая 2017 года, номер 367 РК, 2017. После того, как на сайте будет заполнена предложенная форма, человеку будет указана сумма, которая якобы ему полагается в качестве компенсации по данным выдуманной базы «Единая платформа страховщиков». Как правило, сумма к выплате рассчитывается в приличных размерах, превышающих 100 000 рублей, правда, для ее получения требуется оплатить доступ к базе данных страховых компенсаций. Оплатить, правда, предлагается незначительную сумму около 200 рублей. В случае, если посетитель сайта на данную оплату соглашается, его направляют на сайт платежной системы, на которой предусмотрен только прием денежных средств. После того, как необходимая сумма будет списана, ничего не произойдет, потому что это мошенничество в чистом виде. После того, как первая сумма будет списана, посетителю сайта будет предложено оплатить иные услуги, например, проверку. Личные информации по застрахованному лицу, за ключ безопасности или ПИН-код и так далее. Деньги у жертвы будут вымогаться до тех пор, пока не будет заподозрен обман, либо просто не кончатся деньги. Естественно, никаких выплат таким способом получить не удастся, деньги же смогут получить только мошенники. Центр компенсации неиспользованных медицинских услуг. Новая мошенническая схема работает уже на основе довольно распространенной схемы обмана, в которой подразумевается получение денежных средств от государства, которые от граждан якобы скрывают. Среди населения страны такие скрытые компенсации и выплаты пользуются популярностью, причем в основной массе это старшее поколение граждан. Подобный лохотрон также был популярен в 2017 году, страховые выплаты по СНИЛС. Распространение такой схемы было приостановлено после того, как на нее отреагировал ПФР. По новой схеме получение средств предполагается от вымышленного Единого центра компенсации по страховым случаям, или ЕЦКС. Как именно называется данная организация, по большому счету не имеет значения, так как она вовсе не существует, а ее наименование может бесконечно меняться. Эта компания предлагает гражданам получить данные о якобы неоплаченных страховых случаях по полису ОМС. Сделать это предлагается через якобы закрытую базу данных страховой компании, которые просто не распространяют информацию о том, что граждане имеют возможность получить компенсацию в огромных размерах. Якобы скрываются суммы в сотне МЛН. Рублей. Читайте также статью. Компенсация за санаторно-курортное лечение пенсионерам МВД в 2020. Важно! Подобная схема – это обман, подобные компенсации на самом деле не предусмотрены, а сайт ЕЦКС разработан только с одной целью – собрать с граждан как можно больше денег. Ссылка на нормативный документ «Соглашение о социальных компенсациях». Для большей достоверности мошенники ссылаются на несуществующий акт, в соответствии с которым якобы предусмотрена выплата компенсаций. Речь идет о таком документе, как «Соглашение о социальных компенсациях номер 367 РК 2017 от 11 мая 2017 года». Ранее в подобных мошеннических схемах фигурировал иной документ – вымышленное постановление правительства РФ номер 5123-64 ПП от 19 января 2018 года. Ссылаясь на несуществующий документ, мошенники предлагают пройти проверку неоплаченных страховых случаев, которые якобы положены по полису ОМС. Никакие выплаты по полису ОМС не предусматриваются. Деньги для этих целей, как уверяют мошенники, выделяются из федерального бюджета, они уже находятся на счетах различных страховых компаниях и будут там находиться, пока граждане их не. Потребуют. Потребовать их граждане должны якобы в течение трех лет с момента их начисления, а сделать это мошенники предлагают через свой сайт. Важно! По словам мошенников, деньги на страховые случаи выделяются из средств федерального бюджета и остаются на счете страховой компании. Востребовать их нужно не позднее трех лет с момента их начисления, что, конечно же, сделать можно через их сайт Плохотрон. Для большей убедительности на сайте можно найти довольно много положительных отзывов людей, которые уже якобы получили деньги. Но если кто-то захочет напрямую опубликовать комментарии на сайте, сделать это не получится. Все это сделано для того, чтобы потенциальная жертва запуталась окончательно и перечислила на первый взгляд незначительную сумму денег. Выплаты по полису ОМС – это правда. Система ОМС работает следующим образом. Денежные средства действительно поступают в страховые компании из бюджета, но распределяют их они только по медицинским учреждениям, оказывающим бесплатные медуслуги населению. Все эти деньги направлены на оказание медпомощи гражданам абсолютно бесплатно, на покупку лекарственных препаратов, на зарплату медработников, на содержание в стационарах пациентов и прочие услуги. Важно! В страховой системе ОМС не предусматривается каких-либо денежных выплат или компенсаций лицам, как обратившимся, так и не обратившимся за медпомощью. В страховой системе нет таких понятий, как выделенные деньги, но не потраченные или выделенные, но не востребованные деньги. Все те средства, которые выделены из бюджета в ОМС, направляются исключительно в больницы и поликлиники, после того, как они оказали бесплатные услуги населению. Как мы уже понимаем, возможности получить какие-то неиспользованные услуги деньгами законодательства не предусматривает. Неиспользованных услуг просто нет. Если гражданин просто не обращался по медпомощью, государством не выделяются средства на бесплатное лечение и организация их не получит. Получить эти средства невозможно абсолютно никому. Важно также помнить следующее. Денежные средства, которые поступают в систему ОМС, имеют два источника. Как страховые взносы заработников, которые перечисляет работодатель, либо Из регионального бюджета для неработающих лиц. Эти средства работодателям не удерживаются с зарплаты сотрудников. Самостоятельно на содержание этой системы граждане не несут никакой нагрузки. Существует две системы, которые не нужно путать. Это система обязательного медстрахования и система обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первом случае система представлена ФОМС и взносами работодателей на ОМС. Во втором случае ФСС и взносами на обязательное соцстрахование. Получать какие-либо компенсации или выплаты из ФОМС граждане не вправе. Необходима эта система только для того, чтобы была возможность бесплатно пользоваться услугами здравоохранения. ФСС выплачивает работающим гражданам пособия либо по временной нетрудоспособности, либо в связи с материнством. Например, оплата больничного, либо пособия по беременности и родам, пособия по уходу и т. Д. Читайте также статью «Компенсация за отказ от бесплатных лекарств». Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok